Николай, ты у нас второй раз Советуем вам почитать, ознакомиться Хорошо, а то мало ли что Насколько я помню, в прошлый раз Ты ломал мои руки, показывая приемы самообороны Физической Физической, да Давай сегодня попробуем дать приемы самообороны Но только в отношении мошенников Какой-нибудь универсальный прием словесный Который отбреет любого мошенника Хач и все Ну в первую очередь это надо сказать, потому что вы ошиблись Вас зовут Кирилл? Нет, вы ошиблись Да, и тогда уже начинается Человек, которому звонит Недопонимание, если уже Вы поймете, мошенник он это или не мошенник Если там они скажут, ой, там И начнут мямлить То это уже самый простейший способ Я поняла, в чем суть этого приема Все отрицайте Да, говорите, отвечайте вопросам на вопрос И говорите, вы ошиблись Класс, пойдемте писаться Заведешь любого до милого коллеги Налог на хомячков, мусорная реформа и способы мошенничества О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней В эфире соседский вай-фай в студии Кирилла Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Быстрее, 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 быстрее Наша городская дума вышла с мини-каникул И открыла весеннюю сессию У всех есть мини-каникулы? Ну, их как бы нет, но они как бы есть Между первым и вторым Перерывчик небольшой Последнее заседание было в прошлом году И вот в этом году случилось только первое На минувшие недели Ну и как оно прошло? С трудом все началось, ты знаешь А мы их хвалили перед Новым годом Ну, мне кажется, после каникул все тяжело в работу втягиваются В общем, не было кворума Не пришло достаточное количество депутатов Для того, чтобы начать обсуждение Чтобы их голоса имели силу юридическую И вот в этом сидели, минут 15 ждали Когда пришел 23 депутат, 23 человека Это кворум Это был депутат Ковтун Зал зааплодировал Люди не просто так собрались Как и сказали, кворум пришел В общем, все случилось Дума состоялась Ну, не особо интересная дума, скажем, была Самым интересным было это отсутствие кворума В основном подвели нормативные документы В соответствии с высшими законодательствами И все такое прочее Внесли ряд изменений В общем, такие чисто технические вопросы Пока все могут спать спокойно Да, но они стартовали Сейчас они раскачаются И начнется И будет нам опять что-то с тобой обсуждать Но пока от депутатов местных Давай перейдем к депутатам федеральным Депутат Государственной Думы Денис Павлович Москвин Приезжал к нам на минувшей неделе в гости В очередной раз Побывал у нас в гостях на студии В программе «Актуальное интервью» Я с ним встретился в парке В парке, да Я потом вначале на студии с ним встретилась Потом встретилась с ним еще и в администрации Где он встречался с жителями Ну давай по твоим ощущениям Вот у тебя была с ним запись программы Вот как тебе этот человек? Вот когда ты с ним тет-а-тет И больше нет ни помощников, никого Ни наушников в ухе Вот как он тебе? Ну, я хочу сказать, что Денис Павлович Достаточно грамотный человек И вообще не с журналистами Он сам в прошлом журналист, между прочим Вот и все Да, да, да Он достаточно комфортно себя чувствует перед камерой Быстро реагирует на вопросы И с ним комфортно общаться Это факт Он отвечает на любые вопросы Незаготовленные в том числе И достаточно интересная у нас беседа Обсудили какие-то городские вещи В том числе и парк Зернова Ты как раз в парке Зернова был Немножко пожурил он нашу местную власть Ну, в общем, да Там получилась ситуация При которой местные чиновники попросили его О возможности То есть не о чем-то О возможности сделать таким образом Чтобы часть финансирования На реконструкцию парка Перенести на следующий строительный сезон То есть, чтобы была возможность Переброски денег Чисто технически На что он сказал, что такой практики в России нет И существовать не будет И прецедента создавать не стоит Да, никто прецедента создавать ради вас не будет Действуйте, уважаемые чиновники Вы для этого здесь и сидите В общем, общий контекст был такой Достаточно твердый Он говорит, по-хорошему Я вас понимаю, что это очень сложные подрядчики И так далее Но разделять вашу печаль я не буду Действуйте Вам за это, условно говоря, платят деньги Вы на этих местах сидите Потому что вы умеете эти дела разгребать Ну, и, в общем-то, он сказал, что да В следующем году такая ситуация не должна повториться Денег в рамках программы Формирования комфортной городской среды Выделено почти в два раза больше 42 миллиона Да, да Им говорят, что в следующем году Будем еще жестче следить за соблюдением сроков И такого повториться не должно Ну, и вообще сказал, что вот те вопросы Которые задавали на встрече горожане Большую часть местных вопросов Можно было бы снять И не доводить их до депутатов Государственной думы Если бы городские власти вот такие встречи Раз в месяц проводили В Нижнем Новгороде, он говорит Городские власти пошли по этому пути Они раз в месяц собираются там Представители департаментов, народ собирается И... О том, что мы говорим Коснулись мы с ним еще и федеральных вопросов Каких? В сети, да, пошла информация о том, что якобы рассматривается законопроект о налоге на домашних животных Налогом будут облагаться все, начиная от хомячков и заканчивая, не знаю... Чипирование золотых рыбок Налог и чипирование Я задумалась об Элвисе, о нашем Придется ли платить Это же корпоративное животное Как его оформить Типа символа Да, за что его чипировать Куда там чип-то Мне кажется, за глаз Да, задала вопрос Денису Павловичу Он откровенно посмеялся Сказал, ерунда Вот это вот как раз то, что называется фейк-ньюс Рождается много инициатив в недрах Госдумы Депутаты разные предлагают Мы с тобой уже обсуждали нашего любимого депутата Милонова С его просто сонмом законотворческих инициатив Да, но часто эти инициативы не переходят в законопроекты Их не рассматривают, они остаются инициативами И Денис Павлович сказал Я вас умоляю, какие хомячки? Какой налог на хомячков? В общем, дорогие, не беспокойтесь Никакого налога на хомячков не будет Вот как мне... Ну уж постоль, мы все понимаем, что это фейковая новость Что такого не будет Но ты представь себе ситуацию, при которой резко в один день всем говорят Ребята, либо вы чипируете, платите налог за своих животных Либо вы платите штраф, потому что вы не платите налог И прям вот я слышу этот звук открываемых дверей в квартиры Мяу! Хоровое! Мяу! И паф! И все животные оказались на улице Нет, 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 нет Они же любименькие, родненькие Любименькие? Ну когда встанет вопрос, типа заплатить за него тысячу рублей налога или пять тысяч штрафа Все-таки это... Ну я не знаю Кирилл Не так уж мы и не любим этих наших котиков Кирилл, люди лучше, чем мы о них думаем Да, я надеюсь И чиновники тоже лучше, чем мы о них думаем И коррупция-то у них вынужденная Да, это же вообще новость новостей всех Дорогие друзья, кто не знает, на прошлой неделе прошла новость во всех федеральных интернет-изданиях Наверное, в газетах и на телевидении про это говорили О том, что Минюст России решил ввести такое понятие, как вынужденная коррупция Вынужденная коррупция Подожди, я знаю, что ты вникал в этот вопрос Если ты не расскажешь Но в моей голове вынужденная коррупция Бери! Нет, я не возьму Нет, я говорю, бери! Не возьму И знаешь, еще нож в горло, бери, я сказала Да, да, да Мне очень понравился один комментарий Сказали, давали в руки, бросали в лицо Прям очень смеет Вынужденные коррупции Бросали в лицо Да, да Получай! Да, Константин даже за камерой демонстрирует Ну, в общем, все, наверное, не совсем так Да, на самом деле, я сейчас прямо прочитаю Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин Или Башкин, наверное, он Башкин Сказал следующее Любой чиновник обязан подавать сведения о доходах и расходах своих членов семьи Если эти сведения поданы не точно, то следует ответственность И вот именно в этот момент, что если жена, третий ребенок, четвертый сын Не точно указали все свои активы и доходы То карта падает на чиновника И говорят именно о том, что вот за это не наказывать За взятку Вот когда тебе в руки деньги дали Когда они там были мечены и так далее Когда злоупотребил своим влиянием и местом Вот за это наказывать За деньги в лицо накажут Да, за деньги в лицо наказывать А то есть если в декларации не указал каких-то детей своих, племянников Не то, что ты не указал Ты их указал, но они, когда подавали тебе сведения Обманули тебя? Типа того, да Бать, бать, у меня, короче, нету Феррари Отвечаю, нет Феррари Так, окей, нет Феррари А оказывается, что у сына есть Феррари Как мне кажется, просто Минюст открывает врата Который закрыть потом будет невозможно Потому что, ну как, те любые чиновники скажут Да это не я Да это мой балбес меня надул Да, это балбес, я его нахожу Я ему покажу Сейчас так снимай ремень Ну-ка, иди-ка сюда, давай, давай, я сейчас тут сниму ремень Или там, да это я ж жена развелся, ну это жена же Ну что я там, ну я же не буду от нее вариант ли отнимать Вообще она тупая курица, она в декларациях не шарит Да, ну она же не знает, что дома Не 300 квадратов, а 450 Мое глубокое убеждение, что как только ты становишься чиновником Особенно государственного уровня С тебя спрос должен быть в 10 раз больше, чем с обычного гражданина Если гражданин за ржавый гвоздь на трешку сажают с украденной С украденной С украденной С украденной, да Если гражданин отправляют на зону за украденный гвоздь на работе А чиновника за миллиард не отправляют Так вот его за этот миллиард должны еще и... Да, Кирюш, Кирюш, это же работающая формула Чем больше взял, тем меньше дадут Да, конечно, тем меньше нести Решено, что чиновники неграмотно ведут свои инстаграмы и телеграм-каналы Конечно, неграмотно Конечно, неграмотно Тоже кучу Да, да, да Поэтому Институт развития интернета будет проводить, уже начиная с этой весны, курсы для региональных чиновников И на этих курсах всем объяснят, как вести свой инстаграм-канал, свой инстаграм и как вести анонимные телеграм-каналы Но как еще чиновники могут писать в телеграме? Только анонимные? Только анонимные, конечно Только анонимные Меня больше смущает, что у нас есть институт развития интернета в стране Это очень подозрительная фигня Между прочим, он появился по инициативе Володина А Володин? Это у нас председатель Госдумы Мне кажется, а у Володина есть инстаграм или телеграм? Не знаю Просто мне интересно, понятный телеграм, это все равно такое поле какой-то политической борьбы, политических слухов и сплетен Но инстаграм Типа, это отличная тема была, кстати, раскрыта, инстаграм для чиновников в сериале «Домашний арест» Чиновника крупного ранга, одного из уездных городов, обвиняют в мошенничестве с деньгами и сажают под домашний арест И губернатор этого округа, вот он конкретно, его политехнолог ходит, его всегда фотографирует и выкладывает там, чтобы лайки ему все ставили, чтобы губернаторский рейтинг рос Ну ты знаешь, в инстаграме же есть свои правила, с какого ракурса сделать фотографию Селфи всегда набирают больше лайков, чем любая другая фотография Ты же говоришь, там есть правила, по которым надо выкладывать? Да, 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 да Нужно же набирать лайки, лайки, просмотры, просмотры, расширять аудиторию А если ты просто будешь выкладывать скучные фотки, ничего не получится Я подожди, сейчас гляну, у меня там что Поэтому, мне кажется, будет чиновников учить Так, слишком низко телефон, давай повыше Так, свет, свет несите сверху Губки, губки, губки На канале 360 ТВ появилась новость о том, что там наверху готовят новый законопроект Который обяжет производителей и импортеров регистрировать все мобильные устройства с выходом в интернет По международному идентификатору мобильного оборудования Это те самые четыре буквы, после которых много цифр Заказали смартфон из Китая, не беда Вот вам сайт Госуслуг, регистрируйтесь самостоятельно Цена вопроса в пределах 100 рублей Согласитесь, совсем недорого, но все равно не очень приятно Особенно если учесть, что речь в законе идет Не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах Зато нам обещают, что такая мера может решить проблему кражи любимых гаджетов и ввоза контрафактной продукции А чтобы уж совсем от сердца отлегло Помочь идентифицировать мобильные, которые используют для общения террористы Все телефоны, купленные до принятия закона, попадут под амнистию, но ненадолго Года на три, может пять Ну а потом добро пожаловать на сайт Госуслуг с вас 100 рублей Заболели? Не спешите выбрасывать носовые платки В этом странном мире даже на соплях можно неплохо заработать Молодые предприниматели из США запустили в онлайн-продажу использованные салфетки с вирусом гриппа Стоит это необычное изобретение 80 долларов Как сообщает Фишкинет, к салфеткам прилагается еще чашка Петри В которую покупатель может самостоятельно продолжать выращивать вирусы для последующего использования Руководство компании настаивает, что действует исключительно на благо общества И таким образом человек может избежать прививок и тяжелых форм простуды Переболев в нужный ему момент легкой формой гриппа, например, перед отпуском Впрочем, специалисты такой подход не оценили Зараженные платки могут быть смертельно опасны для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом Против компании может быть подан и судебный иск, поскольку она осуществляет рассылку опасных биоматериалов по почте Вот только салфетки все равно раскупили Готовят новую партию или нет, пока неизвестно И вновь в нашей студии гость, который был уже у нас Николай Сафроманов, заместитель начальника уголовного розыска Коля, привет! Привет, Николай! Здравствуйте! Вводи давай вай-фай, у нас пароль от вай-фая Вводи вай-фай Вводи пароль от вай-фая Нужно и вай-фай ввести История криминалистики, это вообще нормальная ситуация или вообще такого никто никогда не видел? Ну, назвать данное поступление как кражи, я, конечно, бы это слишком громко Просто это какие-то хулиганские действия каких-то никаких лиц, которые переоформили на другое лицо данный номер телефона Ну, смотри, мы тут начали разбирать эту ситуацию, и оказалось, что сейчас же к номеру телефона у нас привязаны там банковские карты, соцсети и так далее, и так далее По большому счету, украв номер телефона, человек получает доступ к личной переписке Ну да, например, Сбербанку онлайн по номеру телефона я могу перевозить деньги Ну, для удобства, опять же, данная функция существует, но в данном случае не имел места быть кража каких-то имущественных ценностей Именно был, вот там номер, как бы имел место быть кражей, так если назвать кражей А другие ценности никакие, и даже попытки чиних тоже не имело места быть А вообще часто крадут какие-то вот такие абстрактные вещи, которые не имеют Да, абстрактные вещи Картина Крыма и Петри Ну, Крым и Петри, это нифига не абстрактная вещь Она 50 миллионов долларов, да А на сколько он может, вот из общей практики Насколько ему сейчас не повезло, чуваку, который решил украсть этой Петри Ну, нюанс в том, что зависит от того характеристики, как до этого привлекался, он, как кажется, не привлекался Но так, это наказуемо уголовным деянием до 15 лет лишения свободы Вообще, мы вот сегодня с Кириллом уже говорили на тему, чем больше возьмешь, тем меньше дадут Я не согласен, лучше вообще не брать Давайте более к прозаичным преступлениям, кражи номеров телефонов, картина, Петри и прочее, это все далеко Близко это кража мошенничества через интернет Для Сарова, мне кажется, наиболее характерны вот эти удаленные виды мошенничества Так называемые дистанционные виды мошенничества Какие способы отъема денег у населения? Способы они прежние, но сократилось количество Был проведен вам большое за это спасибо, что вы постоянно это освещаете в средствах массовой информации Где-то люди слышат, начинают понимать, что это их обманывает Плюс с сотрудниками полиции города Саров в конце прошлого года была проведена большой ряд мероприятий Вот именно префилактически, почти с каждым жителем этого города была беседа То есть вы лично приходили и с каждым разговаривали? Да, совершенно верно И говорили, друг не верь, никому кроме меня Я могу объяснить проще, просто раздавались им брошюрки, наглядным описанием Мы были, мы же ходили с участковым тогда У нас был сюжет про это Такой был полный комплекс, сначала в два этапа проводилась Сначала старая часть города была охвачена, потом новая часть города И это дало такой должный эффект, что в настоящее время сократилось в разы обращение наших жителей По факту совершения данных мошенничеств Но, к сожалению, имеют место быть и до сегодняшнего дня Самые распространенные схемы за последний год, может быть, месяц На которые чаще всего попадают самые рабочие Чаще всего это такая, наверное, мы с вами все пользуемся интернет-магазинами Где приобретаем на различных сайтах какое-либо имущество и приносим предоплату Поначалу данный сайт работает, денежки переводим Но по итогу сайт перестает свою работу И никто, денежки, средства, никакой предметов и продукции, которые мы заказывали, нам не поставляет Это сейчас распространенный вид мошенничеств А вот как быть? Порой находишь в интернете что-то, что прямо очень-очень нравится Платье три года о таком мечтал, и вот оно Вот как не наколоться-то? Ну, чтобы не наколоться, во-первых, надо уставить, что действительно кто-то ранее там приобретал Хотя даже зачастую отзывы пишут хорошие, что покупается Но это же опять сами мошенники уже прорабатывают Сами же для себя пишут хороший воздух Опять-таки, если существенно ниже, чем в среднем по больнице цена на эту вещь, то имеет смысл задуматься, наверное? Или как? Какие основные характеристики фейкового магазина? Основное, это, конечно, цена Это в разы, которые на два-три раза дешевле, чем есть действительно товар в обычном магазине Ну и, во-вторых, это вот то, что вещь, которую невозможно купить, как сказать, какой-то долго человек ищет, подбирает, и вдруг на его страничке появляется вот именно то, что он хотел Еще один момент, как мне кажется, я где-то слышал про это, что фейковые магазины не всегда заполняют все странички у себя внутри То есть можно походить по разным ссылкам на этой странице Ну, словом говоря, информация, контакты, ссылки на тот-то, какие-то группы То есть если не заполнено, это весомый аргумент, чтобы отказаться от покупки Кстати, все мы рабы социальных сетей и ВКонтакте, тема, которая уже откатана, займешь до завтра Ну да На это не ведутся, привет, как дела, там есть пять тысяч до вечера На это уже не ведутся Новая схема, вот недавно мне пишет одна из девочек, мы с ней вроде бы не особо общались Вот она пишет, ночью умер папа, в понедельник похороны И я вначале вообще не знаю, как реагировать То есть, ну, мошенники вообще совесть потеряли Это как бы способ старый, вот это именно рассылка друзьям и близким Просто новый метод придуман, как соусом Предлог новый Предлог, новый предлог Так они могут разные, различные, там, стоят, там, допустим, где-то в пробке или что-то, например, срочные деньги, кинь на карту Я сама не могу, там, вот таким вот образом Насколько я помню, ты даже в прошлой программе рассказывал, что люди, которые приходят к тебе, пишут заявления о мошенничестве Говорят, мы слышали, мы знаем, так ты им говоришь, да почему мы тогда повелись на это? Он говорит, ну, знаем, такого не было никогда Ну, мы-то никогда не попадали Я больше скажу, что люди, которые были жертвами и остались мошенниками, вновь попадались на их уловки и вновь перевозили деньги в средства Ну, слушай, Коль, да, мне кажется, вас, наверное, это мучат там в школе криминалистики или в школе милиции Психология жертвы есть Человек, который снова и снова будет наступать на одни и те же грабли и попадаться в лапы мошенникам С кем-то не работает схема, а с другим работает Основная психология – это скупость и жадность человека Все только на это направлено, на живу Бесплатный сыр, это не зря говорится, только мышеловки Вот эта мышеловка есть в социальной сети А обманывали тебя когда-нибудь в интернете? Меня нет Да ладно? Я никогда не делал 100% предоплату Ну, а вообще тебя когда-нибудь в жизни обманывали? Я стараюсь, ну, конечно же, как и всех, всех обманывают Можешь вспомнить какой-нибудь обидный обман? Самый обидный? Прямо, да что ж я какой, я же в милиции или там в полиции работаю Ну, это также длится криминальная направленность, которые говорили неправду А по итогу оказалось, что они… Ну, ты их раскрывал Ты расстраиваешься, когда тебе врут? Нет, ну, отчасти не расстраиваюсь, а просто неприятно, когда тебе люди врут Еще один вид мошенничества, который реально прогрессирует очень сильно Это мошенники, которые маскируются под банки Ах, да Тут сегодня, кстати, прошла информация о том, что мошенники научились полностью копировать номера сбербанка Номера телефонов, да, да, да Самый распространенный, уж простите, что вы там говорите Самый распространенный банк с зеленым логотипом, вот его научились прям подделывать Ну, это факт, как бы еще в городе у нас таких фактов не было Ну, да, это имеет место быть Что мошенники, они как бы не то, что делают логотип, а просто похожий на сбербанк Да, да, то есть они целиком Схожие, да, и делают отправку по держателям карты сбербанка Там, с предлогом, что ваша карта блокирована, или, допустим, какие-то такие Надо, чтобы получить от них код Ну, все равно так, я поначалу напрягалась, когда приходит сообщение, там, ваша карта заблокирована С номера 900 С номера 900, да, причем приходит с номера 900 А 900 – это же официальный номер всем известного банка И вот тут как-то бы не облажаться Только надо просто понимать, что 900 – это смс, а не самый номер Ага, это как имя? Ну, грубо говоря, да, там не от Кирилла тебе вообще не пришла смс, а от 900 900, да Вот в чем прикол, то есть не с номера 900 приходит смс Надо просто посмотреть номер вот этого имени 900 Да, да, да Друзья, будьте бдительны вообще Я вот это не знал Да, 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 я тоже не задумывалась Оказывается, что 900 в смс-ке от банка с зеленым логотипом – это всего лишь навсего имя собственное А номер совершенно другой Крайф Вот Поэтому, да, и у этого же самого банка всегда есть номер горячей линии 8800 и так далее Перезванивайте по официальным номерам, а не по тем номерам, с которых приходят смс-ки Казалось бы, говорим банальные вещи, но просто… А у меня есть знакомый, у которого вот этот номер 900 одного известного банка называется «Слабоумие и отвага» К нему приходят смс-ки из банка, они приходят под именем «Слабоумие и отвага» Слушайте, кстати, тоже неплохое И с номером 900 его уже никто просто не проведет, переименуйте банк в номере Кстати, как у него это отличный вариант Давайте еще поговорим про мошенничество реальное, все равно они, наверное, есть в Сарове На перстышнике Или только дистанции, нас не обманывают так вот глядя в глаза Нет, в городе Саров, да, имеют такие тоже факты мошенничества, где люди напрямую с человеком обещают ему выполнить ту или иную услугу, получают у него денежное заграждение, а впоследствии они их просто обманывают Реально такое есть в Сарове? Есть, реально Так ты все друг к другу, брат, сват, сват Да, я тебе весь дом построю, да переведи мне денег Нет, у нас были факты, я помогу купить автомобиль, там, там, купить, помочь квартиру, получать денежные средства, в итоге пропадает потом Куда пропасть можно? Куда можно пропасть из Сарова? Ну, не выходит долгое время на связь, потом обещает помочь, и вот это продолжительное время происходит В итоге эти деньги потрачены, никто никому не возвращает, это банальное мошенничество, обман человека Коль, давай откроем, но вы же сотрудники полиции, вы же знаете всех этих мошенников в лицо, вы знаете Ты можешь идти по улице, ты, вот ты будь ко мне завтра приди Нет, там даже больше скажу, что лицо, которое обращается там за помощью, которое обманули, оно знает это лицо Оно как бы не могло подумать, что данный гражданин его совершит, да, поступит в отношении него А есть сумма ущерба, ниже которой нищетово? Да, это если будет являться административным пронарушением, если лицо не понесло материального ущерба свыше 2,5 тысячи рублей До 2,5 тысячи рублей административное наказание? Да, наказание Да блин, столько товаров есть ниже 2,5 тысяч рублей в интернете Нет, даже кибермошенничество сиди себе по 2,5 тысячи, тринь-тринь-тринь По 2,4 тысячи рублей По 2,4 тысячи рублей в 99 Ну, надо учесть, что если ты раз совершил себя к ответственности, по административному Второй раз ты уже привлекаешься по уголовной статье Не прокатила твоя бизнес-идея, Кирюша Да, у меня всегда вопрос, я когда с полицейскими общаюсь, у меня всегда вопрос такой Ну все же будут найдены, бандиты и злоумышленники Все будут послужены Все будут послужены Все, не обратимся к наказанию Неотвратимость наказания Я извиняюсь, смешинка в рот попала Надо верить в наши правоохранительные органы Это только вам и остается верить А кому еще, если не? Кому еще? Обманщики, не обманывайте нас Хотя, знаете, не всякий обман наказуем Бывают обманы, например, на 1 апреля Это не обман, это шутка Ну, знаете Это розыгрыш шуточный Я думаю, давайте-ка спросим у наших саровчан Как их обманывали, как обманывали они Обманывали ли вас и обманывали ли вы? Нет Был ли такой? Меня обманывали, но я стараюсь не обманывать людей Жизнь прожить и не обманывать, конечно Ну, когда сознательно, а когда нет Когда во благо Я сама не люблю обманываться Ну, бывает же, это мило и бывает лучше спасение Ну, если от таком, то можно Это раньше обманывал, ну, по 10 раз, там, не знаю, в месяц И то по мелочам А сейчас вообще стараюсь, если говорить, это правда Меня обманывали очень часто Мне достаточно это было неприятно То есть, вообще, очень жестоко со мной обращались Ложь это плохо Ну, иногда только обманывали по учителям И то с домашним заданием Моя семья покупала квартиру И родственники обещали дать денег Оказывается, оказались мошенниками И я обманываю Но это всегда ложь у спасения Чтобы мои близкие и родные были спокойны Лучше что-нибудь недосказать Игра следующая Я тебе даю сейчас понятие Какое-то абстрактное Игра так называется Абстрактные понятия Я даю тебе какое-то абстрактное понятие Например, телевидение И тебе надо за 30 секунд Лида будет засекать За 30 секунд Накидать под это абстрактное понятие Все те слова Которые к телевидению могут так или иначе относиться Свет, камера, пленка Что угодно 30 сек, да? 30 секунд, да Чем больше, чем лучше, да? Да, а потом наоборот Ты мне дашь какое-нибудь понятие Я постараюсь переиграть тебя по словам Тебе достается абстрактное понятие Автосервис Автомобиль Колеса Ремонт Ключи Покраска Так Опять? Ну? Костя подсказывает, слушай Ну? Что-то я прям в... Давно машину не ремонтировал Да, у тебя отличная машина Двигатель все там... Двигатель... Автосервис Автосервис Свечи Там можно называть бесконечность Руль Свечи, руль Топ А, все, 9, 9 штук Николай, запрос Что-то я просто 9 9, 9 слов накинул на абстрактное понятие автосервис Давай, Кирилл, будь... Тебе не облажайся Переиграть Вообще, я бы на самом деле Зам начальника угрозыск-то поддавалась Да Да, возьмем вид спорта, как футбол Футбол, окей Готовы? Уже идет время А, футбольное поле, ворота, разметка, мяч, гетры, бутсы, майка, шорты, прическа, Рональда, Месси... Да ты уже выиграл, у меня пальцы кончились Да, и я снова выиграл! Спасибо, Коля На самом деле, Коля, он просто так самоутверждается Конечно Ну и напоследок давайте на мой классный телефон бахнем фотку Давай, Кирюш Ну а на этом все, будьте внимательнее и не ведитесь на уловки мошенников Пока-пока Для ничего такого дела Пока-пока 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 а Субтитры подогнал «Симон»